Как говорить о наркотиках в России по мнению властей легализация зло, запад не прав, полиция и спецслужбы силовые структуры Полночь 2, 7 февраля 2019 года человек кололся, нюхался, а потом вылечился Так не бывает как говорить о наркотиках в России по мнению властей, легализация зло, запад не прав Фото, Александр Крижев, РИА Новости полицейские, чиновники и общественные активисты решили подсказать представителям российских СМИ, как надо правильно писать о наркотиках Для этого в Москве провели специальный круглый стол Судя по словам выступавших, все российские помойки завалены использованными шприцами, в США бушуют опиоидный кризис, а головы 27-летней молодежи забиты позитивом Поэтому писать на темы, связанные с наркотиками, не надо вообще от греха подальше Это и другие полезные советы для журналистов в подборке ленты.ру Ведущий научный сотрудник отделения мониторинга наркологической ситуации Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы Юлия Шевцова Профессиональные приемы, которыми владеет любой журналист в антинаркотической теме, не годятся для освещения тематики незаконного оборота и немедицинского употребления наркотиков Опасность представляет желание порассуждать на пограничные темы, деление наркотиков на легкие и тяжелые, прозарубежный опыт легального применения Еще одна опасная тема для рассуждений – это декриминализация противоправных действий, связанных с наркотиками Если дискуссии по другим социально значимым темам вполне уместны, то позицию в отношении наркотиков как предмета опасного для здоровья и благополучия населения определяет все-таки в первую очередь государство Самостоятельный поиск дополнительной информации может привести к первым пробам наркотиков и к стайкому вовлечению в систематическую наркотизацию, если наркотики доступны Писать о наркотиках правильно значит, с предсказуемым социально-позитивным эффектом и профилактирующим действием настолько, насколько это возможно Мы понимаем, что силы наши не безграничны Фото – Геннадий Хамельянин, ТАСС Позитивная роль СМИ в данной сфере может заключаться в четком разделении перспектив С одной стороны человека, придерживающегося здорового и развивающего образа жизни, а с другой наркомана и преступника Молодежи все нужно показывать более четко, не надо размывать границы между хорошим и плохим Молодежная аудитория, как мы ее по привычке называем, это где-то 27 лет Зачастую мы не совсем правильно себе представляем ту информацию, тот объем и ту позитивность Восприятие наркотиков, которое уже, к сожалению, создано в головах у ребят, с которыми нам предстоит общаться Дополнительным осложнением может явиться не четкое и размытое представление о наркотиках самих журналистов А может быть, и их личное позитивное отношение к наркотизации Нарколиберальные взгляды автора могут ощутимо сквозить в материале, фото, Сергей Винявский, РИА Новости, проблемы аптечной наркомании Ненова Есть места, где продавались и, наверное, продолжают продаваться так называемые суповые наборы В аптеке сходу выдают не только те таблетки, из которых можно сварить препарат, содержащий психоактивное вещество Сразу туда же прикладывается иль шприц, и спиртовая салфетка или ватка Коллеги говорят, даже жгуты кладут, но насчет них не знаю Первый заместитель начальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России генерал-майор полиции Кирилл Смуров Есть наркотические средства современные, особенно синтетические, которые вызывают практически стопроцентное привыкание с первого употребления Это как раз то, с чем столкнулась Америка и в течение полугода получила опиоидный кризис Там много причин, но в том числе и это Руководитель интернет-проекта «Нет наркотикам» Алексей Колгашкин Один из принципов журналистской работы – рассказ об употреблении наркотиков людьми, добившимися успеха и известности в обществе Да, человек кололся, нюхался, писал прекрасные песни, а потом взял и в один прекрасный день вылечился и теперь живет прекрасной жизнью и ни о чем не жалеет Во-первых, мы не знаем, какого успеха он добился бы, не употребляя психоактивные вещества А во-вторых, должны представлять себе, что у него и возможности выхода из этого состояния значительно шире и глубже, чем у обычного человека И на лечение он может потратить больше, чем простой пользователь, который тоже решил, что это легко, приятно и вот сейчас тоже немножечко, а потом вылечится и будет жив-здоров Но не получится так Председатель Всероссийского общественного движения «Стапнаркотик» Сергей Полозов Вокруг аптек находится большое количество шприцов, препаратов, все помойки заняты Жильцы жалуются, что наркотики употребляют в близлежащих домах Вот она реальность, которую мы видим Обратная связь с отделом силовые структуры Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес CrimeAtlantico.ru Больше мрачных и странных новостей в Telegram Канале Лента Дна Подписывайтесь Антонина Матвеева Продолжение следует... Продолжение следует...